Можно я вам скажу вот гадость? Да. Человек погружен в заботы, выживание, в целом неэмпатичен. Не надо этих людей ругать, они просто живут другой жизнью. Российский человек не бьется головой об государство. Он это государство избегает. Не мучаем стариков, не спорим со стариками, а у молодых есть желание отбудить. В значимой своей степени Россия бедная страна. Ведет себя как бедная страна. Российский бизнес битый, тертый. Значит ли это, что выкрутились? Нет, не значит. Будут вот так вот делать чпок? Повлиял не кризис, а мобилизация. Хотелось бы понять, но нам не говорят. В народном языке это называется срач. Но, ребята, понты закончились. Это у меня черный юмор, но сейчас, пожалуй, это концепция. Привет, это Forbes Talk. Меня зовут Антон Желнов. И я очень рад видеть сегодня у нас Наталью Зубаревич, профессора географического факультета МГУ. Наталья Васильевна, добрый день. Добрый день. Ну, про то, как настроение не спрашиваю. Вы сказали, как у всех вначале. И, в общем, можно понять, что у всех оно схоже. Уже скоро как год. Наталья Васильевна уже не первый раз в нашем выпуске Forbes Talk. И тогда Вы говорили о первом шоке, это был март. О последствиях, которые ощутили промышленность летом от западных санкций. Что происходит в экономике сейчас? Потому что такое впечатление, что и люди, и экономика свыклись с этой ситуацией. Хотя в марте еще тогда было сложно представить, что в ноябре мы снова будем говорить на эту же тему. Весной мы все ошиблись. Мы предполагали, что спад будет глубже, быстрее. Оказалось, что российская экономика очень адаптивна. Бизнес крутился как мог. Государство приняло несколько мер, которые помогли. Это параллельный импорт. Прежде всего. То есть можно вывозить без разрешения производителя. Кроме того, экономика после шока марта-апреля начала, промышленность во всяком случае, восстанавливаться. И к августу добывающие отрасли вышли на плюс один к августу 2021 года. А обрабатывающие отрасли, они каждый месяц потихонечку, но с замедлением падали. И в августе это было меньше 1% падения. То есть все, что мы предрекали, остановки, безработицу, не сработало. Потому что, первое, российский бизнес, битый, тертый, прошедший много кризисов, всегда ищет любые возможности, альтернативных поставок, альтернативного сбыта. И часто успешно. Санкции все-таки наложила часть стран мира. А другая часть стран мира с удовольствием покупала с большим дисконтом на российскую экспортную продукцию. А те, кто не покупал, а продавал, с большим удовольствием продавали то, что не подсанкционное. Потому что они на этом зарабатывали. Поэтому для потребителя в России, будь то бизнес, будь то население, все стало дороже. Поскольку ввозится обходными путями то, что можно ввести. Но ввести можно не все. Реально влияние санкций началось с июля. Когда мы увидели в июле-августу падение лесодобывающей промышленности, лесопереработки, минус 17%. Уголь пока не спешите, еще рано. А металлургия, сталь минус 8-9, а прокат минус 10. То есть те санкции, которые заработали летом, уже по августовской статистике, а то и по июльской, показывали нам сжатие промышленного производства. Более того, есть отрасли, где санкций-то не было. Просто резкие трудности с логистикой, поставкой отсказываются ввести. И поэтому у нас по минеральным удобрениям спад по мяку минус 17, по минералке минус 14. Поэтому по нефти и газу, так как нефть восстановилась практически по добыче, санкции на нефть вступают в силу в декабре. Санкции на нефтепродукты в конце февраля. Вот тогда мы с вами будем обсуждать динамику этих видов продукции. Третий раз будем встречаться, но мы всегда с вами с радостью. Нет, 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 я просто публично достаточно часто выскажу. Я тогда буду показывать, что происходит. Давайте так. По углю уже началось падение, но пока небольшое. Понимаете, там разное по каменному, разное по коксующему. Не буду вас морочить, но в среднем по всем видам угля, говорю по памяти, падение буквально пока 3%. Потому что у меня августовские данные. А до августа как подорванные, продавали куда можно. И большую часть угля перенаправили на Индию, на Китай. Поэтому, понимаете, жизнь оказалась сложнее стандартных схем. У тебя не покупают, производство рушится, безработица растет. Вот можно по-русски сказать «сейчас». Мир гораздо шире, и возможностей в нем много. Если бизнес со страшной силой крутится, а он крутится, он в этом большом и разном мире находит альтернативы. Значит ли это, что выкрутились? Нет, не значит. Мое долгое объяснение с цифирью показывает только одно. Давление идет гораздо медленнее, чем предполагалось. И значимые самые результаты мы увидим даже не в конце 22-го года. Мы их увидим в 23-м. Потому что уже будет понятно, что с нефтью все перенаправить не удастся. Ну, какую часть. Уже сейчас понятно, что рушится газовый экспорт, а его перенаправить, он же по трубам в большей мере идет, невозможно. Как это будет ощущаться? Далее. Пока работает все то оборудование, которое мы закупили. Но когда-то у него наступает срок ремонта. И вот что удастся заместить? Еще очень важное наблюдение, не мое, это коллеги, которые отслеживают импорт в Россию. Общий, консенсусное ощущение, что по потребительскому импорту справились, да, подороже, да, труба пониже, дым пожиже, но рынок не стал остро дефицитным. По импорту промежуточного типа, это комплектующий, уже существенно сложнее. Ну, гидравлику для КамАЗа ввести как-то не очень просто, придется самим что-то придумывать. И самые большие сложности по так называемому инвестиционному импорту, это готовые машины и оборудование. Поэтому там мы будем наблюдать ситуацию, причем в этом импорте немалая часть подсанкционки для энергетического машиностроения, для нефтегазового, для ДДД. Там много чего есть. И не говоря уже о продукции двойного назначения, которая может использоваться и в гражданском, и как бы в оборонном секторе. Поэтому ждем-с. Вывод. Не убежать впереди паровоза. Помнить, что наша страна прошла через такое количество ударов, что, в общем, опыт уже наработан. Помнить, что российский бизнес невероятно живучий. Да, ему больно и тяжело. Не он в этом виноват. Но он пытается выкручиваться. И помнить, что дальше, в 2023 году, спад продолжится. И это уже официальные прогнозы Минека и Центробанка. Спад продолжится. Как это скажется на людях? Вот сейчас вы сказали, что массовой безработицы нет. Не будет. Хотя сложно представить, почему ее нет, учитывая сокращение производства. Оно небольшое. Небольшое. Ну, слушайте. Вот сейчас в сентябре, да, вот чуть-чуть пошустрее пошло. Обрабатывающая промышленность минус 4, добывающая промышленность почти минус 2. Но еще в августе это было, извините, около нуля. Да, чуть плюс-минус, август к августу. Во-первых, кто ушел на неполную занятость? У нас же не увольняют. У нас все начинается с неполной занятости. Это российский способ адаптации рынка труда к кризису. Неполная занятость – это просто у вас снижается зарплата, потому что вы работаете неполное время. Ну, что вылуп, что пол, что уволить, сэкономит бизнес, что посадить, ну тогда уже почти весь завод, на неполную занятость. То есть тоже экономия. И это самый распространенный способ адаптации российского рынка труда к кризису, потому что… И это происходило? Несущественно. И здесь мы облажались. Потому что я полагала, что во всей обрабатывающей промышленности будет существенный рост неполной занятости. Ну и что мы видим? Давайте уже по цифрам, чтобы было понятно. Когда был ковид, второй квартал 22-го года, в режиме неполной занятости сидело 2 миллиона 100, ну примерно 50 тысяч человек. Когда мы вышли из ковида, и жизнь наладилась, четвертый квартал 21-го года. Миллион 100 тысяч с небольшим. Сейчас миллион 400 с небольшим. Итого, меньше 300 тысяч рост неполной занятости на всю страну. Это ни о чем. И когда смотришь, в каких регионах она выросла, да к вам все эти слова понятны. Калужская, Самарская, Нижегородская, автопром. Прежде всего, рухнувшие. Вот кто рухнул, там и сильный рост неполной занятости. Их пока до августа не увольняли. Кто вот так вот потихонечку под горочку идет, так у многих же не комплект. Многим не хватает базовых работников. Вот на них существенно сильнее повлиял не кризис, а мобилизация. Про мобилизацию сейчас вас еще, конечно же, спрошу. Но я хотел еще вот какой вопрос задать. Глеб Павловский, политолог, здесь же говорил нам о том, что, в общем, все быстро кончится, потому что система не может существовать в системе надрыва. Это было летом. Надрыв этот был ощутим. Каким словом бы вы назвали то, что происходит сейчас? Очевидно, уже не надрыв. А что это? Адаптация к худшему. И попытки что-то наладить доступными средствами. Все же понятно. Слово «надрыв» уже пора перестать употреблять. Сколько? Март, полный. Апрель, май, июнь, июнь, июля, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Человеческий организм и психика таковы, что привыкание и к худшему происходит. Да, управленческая система работает, конечно, в авральном режиме. Но, если честно, не в ней же дело. Да, они что-то пытаются делать. И порой разумное. Но главное – это то, что делает бизнес. Крутится как может. Еще раз повторю, у российского бизнеса бешеный опыт прохождения кризиса. Их как только по башке не било. Но при этом этот кризис, судя по вашим же словам, не пройдет. Крупный бизнес после 20-ти этого года. Сокращение будет, конечно. Сокращение объемов производства будет. Но, простите меня, во-первых, в алюминии его нет. Там рост. И прекрасно пока продается. Вот сейчас какие-то меры пытаются внедрить по ограничению. Но это разговоры пока, да, продаж алюминия. Но это сильно увеличит цены на глобальном рынке. Поэтому по алюминию все прекрасно. Плюс 28% август-август. Все хорошо. По цветным металлам данных открытых особо нет. Но там нет и санкций такого явного. характера. Их просто нет. Поэтому давайте так. Бизнес может существовать и производя меньшие объемы. Для него же не вопрос объемов, а вопрос прибыли. А тут по-разному. Потому что металлурги летом, это был июнь, по-моему, да? Июль. Продавали чуть ли не убыток на глобальном рынке. Потому что стоимость логистики гигантской на другие страны перетаскивают, на ту же Индию. Плюс дисконт, который просят покупателей. И плюс рубль-доллар соотношение. При таком крепком рубле они порой себя в убыток продавали. Поэтому тут много факторов, которые надо учитывать. Вы знаете, вот я бы так сформулировала. Не надо гнать волну типа «все помрем, всем будет хорошо, все грохнется, все развалится». Неправда. Неправда. Не надо гнать другую волну. Да мы все преодолеем. Да у нас все будет хорошо. Мы все импорта заместим. Не все. Очень многое не сможем. И вот понимание того, что это медленная адаптация с ухудшением технологического уровня страны – это, пожалуй, самая правильная, короткая характеристика. Дело не в объемах. Дело вот на какой степени технологического прогресса и доходности мы окажемся. Прогресс вниз, доходность вниз. Вы говорили тогда в марте, что для человека, ну, скажем, не работающего на производстве, в угольной или в какой-либо промышленности, не живущего в моногороде, вот живущего, скажем, в Москве, да, его первое столкновение с тем кризисом, который начался – это девальвация и рост цен. Это был март. Да. Что происходит сейчас? Сейчас ноябрь. Ну, во-первых, частично, например, в крупных компаниях резкий рост инфляции был компенсирован выплатами бонусов, индексацией заработков. И когда мы смотрим на динамику поступлений налога на доходы физлиц, а он показывает, он же сейчас платится с заработков, и когда мы видим, что в марте это плюс 21% и охаим, но там еще маленькая деталька – обычно бонусы, дивиденды и все прочее платят в апреле. А тут, увидев дикий темп инфляции и все, как бы общий шок, крупные бизнесы практически все заплатили. А в штаб-квартирах московских и питерских, ну вы же понимаете, что они заплатили очень хорошо вот эти дивиденды и надбавки, и прежде всего бонусные программы. Поэтому людям, особенно тем, кто в крупнике и в штаб-квартирах, компенсировали частично и подсластили очень сильно пилюлю. Бюджетникам – нет, бюджетная индексация толком не проведена. Пенсионерам – да, но летом, с июня, если память не изменит. А малый и средний бизнес? А это, ребята, крутитесь сами. Крутитесь сами. Конечно, там какие-то программы объявлены, там можно брать льготные кредиты. Но если говорить по-взрослому, государство сделало две вещи. Первое, оно помогло малоимущим и тем, кто рядом с ними, с очень невысокими доходами. Это, первое, 10% надбавка к пенсии. Второе, 10% надбавка к минимальной оплате труда, которая считается. И третье, 10% повышение прожиточного минимума. Что это значит? Если его подняли на тысячу с чем-то рублей, то под эту черту попадают люди дополнительные, которые могут претендовать на пособие. В том числе на пособие семей с детьми. Это очень важная часть, они регулярные. Второе, что сделало государство. Я перестаю контролировать, как вы решаете ваши проблемы с обвозом. И вело параллельный импорт. И как раз малый и средний бизнес, вот в этой сфере, самый значимый. Потому что крупняк боится. И поэтому руками, мозолистыми руками малого-среднего бизнеса, в горячо любимую родину, поставляется все, что только можно поставить. По турецким каналам, прежде всего. Турция тут у нас, Геракл. По казахстанским что-то. Но что не является санкционкой, потому что Казахстан все-таки отслеживает. По китайским каналам. Но самый крутой чемпион – это Турция, конечно. Сам рост импорта в Россию уже в три раза. Вот работают люди. Поэтому здесь малый и средний бизнес пашет. Но то, что мы называем городским малым и средним, сектор услуг обычный, там все по-разному. Общепит восстановился. Август к августу плюс маленький. А знаете почему? Я долго думала, что же у нас народ такой, да? Вот такие проблемы. Бары, кафе, рестораны. Но если бы летом по Москве ходили, вы же видели, полным-полно. Да и сейчас много. И сейчас много. Две причины. Первая причина – это способ забыть. Психологически. Вернуться вот как бы в нормальную жизнь и забыть, что происходит. Иллюзия нормальности. Да, вы абсолютно правы. Иллюзия нормальность. Для них не совсем иллюзия. Для них это попытка восстановить нормально. Это очень важная психологическая защитная реакция. Вторая причина. Если мы возьмем динамику доходов москвичей, то в 2021 году во всей стране восстановительный рост на 3,4%, а в Москве 8,5%. В Санкт-Петербурге 8,5%. В Московской области 7%. Просто было больше как бы денежная прослойка. Берем первое полугодие, последние цифры по 22-му году. Вся страна за первое полугодие минус 1,4%. В Москве хоть на процентик, но рост. В Питере хоть на полпроцентика, но рост. Не было реально у многих падения доходов такого, что заставило бы поменять их свои привычки. Но вместе с тем Азбука Вкуса написала обращение своим акционерам с тем, что после мобилизации, после 21 сентября, поток покупателей в премиальном секторе Азбуки стал очень снижаться. Закрываются многие рестораны и сейчас, которые работали десятилетиями, что для Москвы много, потому что после уехавших мужчин 21 сентября, платежеспособных, они просто поняли, что не выживают. И рестораторы заявляют о спаде, особенно среди дорогих ресторанов, на спаде 30%, потому что много мужчин уехало. Я читала. Как вы можете это прокомментировать? Спокойно, абсолютно. Смотрите, что происходит в рознице. Гипермаркеты сжимаются. Магазины у дома как-то, потому что они часто дискаунтеры. Знаете, кто растет? Так называемые жесткие дискаунтеры. То есть те, у которых цены опущены в плинтус. И у них рост. Просто происходит смещение потребительского спроса в самую низкую ценовую нишу. Абсолютно нормальная реакция на кризис. Дальше. Если вы берете ресторанный продукт, то, уверяю вас, в вкусные точки люди есть. В шоколаднице люди есть. А вот потребители ресторанной продукции, тут вы правы абсолютно, они по уехавшие. Очень многие. Прежде всего, по уехавшие. А во-вторых, ну как бы, ну не то чтобы, а и там публика, которая на таком особо не экономит. Ресторан – это часто место деловых контактов. Есть вопрос. Есть вопрос. Поэтому разные факторы. Но сдвиг в низшую ценовую зону происходит во всех секторах услуг. Это нормальная реакция на кризис. Но я могу посочувствовать рестораторам, конечно, и азбеку вкусу тоже. Но, ребята, понты закончились. Ваша клиентура частично отвалила. Ну, как-то так. Вот заголовок нашего эфира. Я бы хотел спросить про удар мобилизации на экономику. Все-таки в чем он? И насколько для вас в человеческом смысле, не только в экономическом, было шоком, что власть все-таки пошла на эту меру? Шоком. А потому что мудрые политологи, которых я иногда слушаю, говорили о том, что это разрыв общественного договора, что мы… Сделки. Сделки, да. Нет, это все-таки общественный договор. Это термины с институциональной теорией. Что вы нас не трогаете, а вы и делаете там, что хотите, если вы нас не трогаете. Ну, во-первых, шок, конечно, был. Во-вторых, я четко понимала, почти сразу, что никаких больших протестов не будет. Объясню, почему. Первое. Основная часть тех, кто был мобилизован, это люди периферий и малых средних городов. Там вообще протестный потенциал никакой. И, ну, сказали идти. Люди идут, да еще за свои бронежилеты покупают. Надо так и надо. Так и надо, да. И это некая покорность. Это я уже говорила на другой программе, что там не сопротивляется и семья, потому что обещали большие деньги. А в перифериях зарплаты, сами понимаете, какие. И откладывают. Вот, это же люди очень сильно обвешаны потребительскими микрокредитами. Очень сильно. Многих по 4, по 3, по 5 кредитов. Платить особо не из чего. И для многих это выход. Выход. То есть власть тебе сама как бы выход дает. Не то, что нет. Он не радостный. Он ни разу не радостный. Но в нем есть некая экономическая рация. Понимаете? Можно заработать и решить как-то свои проблемы. Но вот так, да. Цена человеческой жизни здесь, в общем, во внимание особо не берется. Кредит дороже, да. Нет, но не кредит дороже. А все-таки, не то, чтобы даже семью надо кормить. Потому что периферийные российские мужчины часто крепко закладывают. И там трепетного отношения к семье вы не часто можете заметить. Можно я так аккуратно скажу? И те, кто был в этих местах и знает эти места, меня прекрасно поймут. Это одна история. В крупных городах попытки брать, конечно, встречали сопротивление, но пассивное. Российский человек – великий и могучий оппортунист. Он не бьется головой об государство. Это бесполезное занятие. Шишек набьешь, и результата не будет. Он, это государство, избегает любым доступным способом. И поэтому крупногородское образованное население, которое имеет какой-то доход, стало называться, как они теперь у нас, релоканты, или как умным словом. Короче, поуехавшие. Поуехавшие. И они сделали свой выбор ногами, понимая, что протестовать и сокрушать это государство себя дороже. И вот оценки самые разные. Я как раз с Форбсом, ну, ни за что не соглашусь. За 700 тысяч? Да, конечно, ребят. Ну, это вообще не а. Почему? Много или мало? Рассказываю. Давайте просто по арифметике. А потом скажу, что мне сказали профессиональные миграционщики, и мы с ними как-то это обсуждали. Ну, вот смотрите. Основная часть уехавших – это все-таки возраста, ну, давайте грубо, от 20 до 35 лет. Ну, редко там 40. Хорошо, если от 20 до 40 – это почти 20 миллионов, а от 20 до 35 лет – это меньше 14 миллионов. 700 тысяч мужского населения – это 5%. Это каждый 20-й мужчина Российской Федерации, который отвалил. Вы в это верите? В своем кругу, да, вы такое найдете, каждого 20-го. Но, к сожалению, наш московский… У меня каждый второй, а не 20-й. Правильно, это московский крупногородской круг. А мы считаем до кучи всех российских мужчин. Это нереально. Какая цифра корректная может быть? Во-первых, ее надо посчитать. И она будет посчитана коллегами-миграционщиками, когда уже будет в ноябре, в декабре доступна статистика по принимающим странам. И ее тоже нельзя брать вот так. О, 200 тысяч выехало в Казахстан. Надо смотреть, а годом раньше, сколько выехало в Казахстан. А на двумя годами выстраивать тренд и смотреть вот этот доп. Понимаете? Дополнительный… Вот это профессиональное измерение. Потому что возврат – это чаще сейчас пока другие люди, обратно въезжающие в Россию. И пока по оценкам цифра держится. Ну, 200 – это минимум минимором. Но, скажем так, весной было 150 тысяч. Это уже готовые оценки моих коллег. Тоже оценки. Вы понимаете, что точной статистики нет. А вот по осени вилка 250-350, ну, максимум 400. И цифры более точные будут, извините, уже в начале 23-го года. Вот по этим статистика принимающих стран, тренд, дифференциация и так далее. Но это совсем другой удар. Вот если мобилизованные, я вот сегодня объясняла, выступала перед одной из МИДов бизнеса, и они все прекрасно понимают. Мобилизованные – это прежде всего то, что вот называется термином «синие или голубые воротнички». Это люди, которые работают руками. Позабирали очень много механизаторов. Людей, которые с механизмами на стройке работают. Кого-то из добывающих отраслей. Шахтеров хорошо позабирали. И немало в Кемеровской области. И это те, кто работает в отраслях, где и так не хватает рабочей силы. Там одна история. Там будет просто происходить дефицит кадров. Мы давайте сейчас выносим за скобки все моральные вещи. Да, понятно. Потому что самое главное – человеческие жизни, а не дефицит кадров. И я это прекрасно понимаю. Но поскольку мы говорим на экономическую тематику, вот это я выношу за скобки. При диком, ужасном понимании последствий моральных. Но сейчас об экономике. Соответственно, там это будут нарастающие дефициты. А поскольку экономика будет упрощаться, мне будет меньше механизмов современных. Ну, больше так вот архаики. А чем больше архаики, тем вам больше нужно рабочих рук. А у нас трудоспособный возраст сейчас входит, ну, 20 лет плюс, да, крошечное поколение, которое на четверть меньше поколения 30-летних. У нас и так сжатие рабочей силы неизбежно из-за нашей демографической пирамиды. И тут еще добавочка вышла. Поэтому для экономики это удар сильный. А вот вторая компонента – это по уехавшей. Кто зарабатывает, кто образован, кто понимает последствия и принимает ответственные решения. Для кого-то человеческая жизнь важна. И своя жизнь важна тоже очень. Первое – часть вернется. Не хватит ресурсов у многих сидеть долго. Это мы тоже понимаем. Часть вообще не вернется. Но первое, на что они давят, опять вывожу за скобки все моральные. Они снижают потребительский спрос со страшной силой. Потому что это зарабатывающее, продвинутое в потреблении услуг населения. Вот там вам азбука вкуса. И все такое прочее. И хорошие барбершопы будут вот так вот делать чпок. Потому что это их клиенты. То есть премиальный сегмент будет снижаться. Будет резко снижаться. Масс-маркет, да, вот этот эконом, он останется. Ну, надо же как-то и стричься, бриться и так далее. И еду покупать будут. Мне очень понравилось это слово. Ко мне в бизнес обратился. А расскажите нам о перспективе 2023 года. Говорю, если бы я их понимала. Не, ну надо понимать, как нам развиваться. У нас стратегия есть. Я говорю, вы кто? Мы сказали мне гордо, жесткий дискаунтер. И тут я наконец узнала, что не просто дискаунтеры бывают, а еще и жесткий дискаунтер. С бизнесом вообще очень полезно общаться. И после этого ты понимаешь, как они чувствуют экономику. Они этот формат начали развивать два года назад. Ну да, это как тотальная распродажа. Ну, это, ну не по 5 рублей, все, да. Но это вот минимальная маржа. На чем они зарабатывают, убейте. Поскольку я им не могу читать то, что они хотят, я этого не знаю. Я не могу их порасспрашивать, на чем таки они зарабатывают. Ну вот, они говорят, что у нас продажи растут на 30% в год. Вот вам этот сдвиг. Очень мощный. Поэтому вот эти 300 плюс-минус по уехавших, это не про жестких дискаунтеров. Это про другое. Про то цветущее многообразие услуг, которое сформировалось в Москве на всякий вкус и кошелек. Вот в нем будет прореживание более чем серьезное, но опять не сразу. Потому что ситуация неопределенности чудовищная. Ты сейчас закроешься, уволишь своих, а вдруг, как у вас, как блестящая совершенно передача с Мариной Мелия. «Готовься к худшему, верь в лучшее и надейся на чудо». Вот сейчас бизнес отчасти надеется на чудо, потому что он не понимает, когда вся эта жуть и чем она закончится. А вдруг? А вдруг получится. Разгонишь людей, потом же не соберешь. И у профессионалов-то тоже количество квалифицированных работников сокращается. Это значит, потом надо зарплатой переманивать повышенной. И вот сейчас не то, что пауза, а тихая, незаметная работа бизнеса, которую мы не видим снаружи, по адаптации к меняющимся условиям и с попытками просчитать перспективы, что очень трудно. Остановка боевых действий может еще как-то помочь российской экономике сейчас? Или уже маховик настолько запущен, что уже нет? Уже нет. Уже точка невозврата пройдет. Поняла. Помните, как я каялась в своих ошибках весенних прогнозов? Что никогда не надо рубить с плеча и говорить, что вот по логике тык-тык-тык-тык. Первое. Совершенно понятно, что значимая часть по уехавших вернется. Как только риски мобилизации прекратятся, если остановились военные действия. Вернется кусок потребительского спроса. Да, уже подусохший, деньги частично потрачены, но кто-то работает на удаленке, слава богу, могут зарабатывать, но ведь далеко не все. Мы это прекрасно понимаем. Второе. Санкции не снипут. А это уже разговор немножко про другое. Это про крупный бизнес, его экспортные возможности, возможности для индустрии в целом модернизироваться за счет импортного оборудования. Ну, слушайте, песни про наше импортозамещение уже утомительно слушать. Ну, уже про 300 самолетов, сухой суперджет к 30-му году, ну, если лениво посчитать, осталось там 8 лет, да, 300 разделим на 8, по 20, сколько там, 5 штук в год, а мы их делаем 5-6 в год. Где вы наберете работников квалифицированных, оборудование для того, чтобы ускориться в 5 раз? Хотелось бы понять, но нам не говорят. Нам говорят, будет 300. Верьте, светлое будущее. Ну, я скептик. Я верю в то, что да, мы импортозаместим какие-то, что же комбайны импортозаместим, но вы знаете, что происходит? А рост сельмаш пашет, увеличивает производство. У нас трактора выросли, сейчас по памяти говорю, на 50, что ли, процентов. Ну, правда, их производилось 5 тысяч в год, а сейчас там, ну, 6,5. Ну, когда от плинтуса считаешь, темпы роста всегда прекрасные. Но и комбайны замещают, только мне рассказали интересную историю, что те крупные агрохолдинги и фермеры, которые зарабатывали, все они обзавелись классами или джон-дирами. Это суперские комбайны, у вас в кабине там постоянная температура, электроника. И путем параллельного импорта они тащат, этот рынок сформировался, по комплектующей, через ту же Турцию, через еще кого-то, с тем, чтобы продолжать использовать эти продвинутые виды техник. А остальные будут покупать Рос, Сель, Маш. Есть пример стран, которые также после введения санкций пользовались параллельным импортом? Или это феномен какой-то? Ой, простите, но я вот не международник ни разу. Ну, давайте так. Ну, ветеран тоже тащил все, что мог на свою территорию. Может, это не называлось параллельным импортом, а логика-то была одна и та же. Про Венесуэлу убить ничего не знаю, потому что далеко и как-то безумно по экономике. Абсолютно безумно по экономике. Ну, а Северная Корея так специалистом, пожалуйста. Там есть, конечно, импорт, безусловно, только через Китай все тащится. А уж как он называется, я не знаю. А там и не важно. А там уже не важно, да. Там уже не важно. Там не важно. Я вас хотел спросить про санкции. Вы сказали, что их не отменят, но как вы думаете, будет ли открыто небо в какой-то перспективе после остановки так называемой спецоперации? Откроет ли небо? Потому что небо и закрытие авиаперелетов кажется тоже довольно катастрофическим последствием, потому что когда люди не могут летать без пересадок, это сильно, а, удорожает. Это вы так думаете? Вы продвинутые, городские, образованные, зарабатывающие. Внутри России как летали без пересадок, так и летают. Тут только Сочи, потом на Турцию вы будете. Москва-Сочи, Сочи, Турция еще сухой суперджет. Я даже не беру туризм в ЕС, а те же деловые переговоры, когда просто человек у тебя, чтобы добраться до Европы, он добирается до нее, но это стоит в два раза больше, времени в два раза больше и так далее. Да, но я вот сейчас разговаривала, я была в Сколково на каком-то мероприятии по повестке ESG, это вот из прошлой жизни, да, правильное ведение, экологическое, социальное, правильный контакт с властью. Я с диким недоумением туда приехала, оказалось интересно, потому что, в общем, разговор шел о том, а вообще от этого что-то останется, или мы вот сейчас вот просто грохнемся и не будет. И там был человек, компания его занимается организацией бизнес-поездок, ну, потому что люди с языками, все знают, все умеют. Он сказал, что бизнес-поездки почти восстановились. Знаете почему? Хочешь жить, будешь вертеться. Когда тебе надо искать поставщиков или покупателей по всему миру, уже не очень важно, какие пересадки. Когда надо лично договариваться и пробивать, едут, договариваются и пробивают. Это не вопрос цены, это вопрос выживания. И тут уже просто другие косты, как говорят в бизнесе, совсем другие косты. Вы еще говорили, самое главное состояние голов российских граждан. Сейчас задача, это вы говорили весной, объяснять тем, кто думает иначе, последствия происходящие. Бесполезно оказалось. Бесполезно? Давайте так. Для крупногородского образована, повторю еще добавка, не старого населения, не старого. Работает. Люди все понимают. Но те, кто в бизнесе, они принимают это как данность и адаптируются к существующим условиям. Они не обременяют себя часто причинно-следственными связями. Почему им сейчас надо устраивать вот такую вот чехарду, они догадываются. Но думать они об этом не хотят. Прямая причинно-следственная связь, это получилось потому, что не проговаривается и не продумывается. В перифериях просто нет навыка логического мышления. По телевизору сказали это, идет повторение. Никакая экономическая аргументация не пробивает. Слушайте, ну люди там покупали дешевые товары в основном, правильно? Были обвешаны кредитами, а сейчас уйдешь в армию, у тебя кредит или простят, или отложат. Дальше. Очень много жили своего огорода. Чего поменялось? Ничего. А тут еще возможность заработать. А тут еще ты родину защищаешь. Слушайте, так это все, такой букет, трудно пробиваемый. Это надо. Понимаете, мы все, вот с кем я не разговариваю, я пытаюсь донести до этой московской тусовки, что вы не очень хорошо понимаете страну. Честно. Я уже во многих аудиториях говорила. Страна не совсем такая, как мы себе ее представляем в Москве. Это очень грустные слова, честно. Ну, это какая-то, тогда получается, страна с заниженным, простите за это слово, но, наверное, оно здесь будет самым точным, с заниженной эмпатией, потому что, ну, а где сочувствие, а где то, что происходит у соседа, и количество украинских беженцев, гибель украинских людей. Почему у русского человека вдруг отключилось это чувство сочувствия? Это тоже интеллигентское вот такое ощущение и мышление. Первое. Они получают информацию из телевизора, где про это не говорится. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Потом эта информация уже идет в фон. Но люди же понимают, что люди убивают других людей, и наоборот. Пока не было мобилизации, это были действия регулярной армии. Нас это не касается. Вот слово «нас это не касается» ключевое. Выставлены все мыслимые и немыслимые барьеры, чтобы не думать, не как бы соображать, чем это может закончиться. Это не мое. Это не мое. Я там не живу, я там ничего не делаю. Вот что будет после вот этого круга мобилизации, уже будет пожестче. Потому что люди ваучу увидят. А там будет озверение. Просто озверение. С обеих сторон. Потому что чем дольше все это длится, тем страшнее расчеловечивание. Вы же это понимаете. Цена человеческой жизни снижается. Только у одной стороны есть мощный фундамент обороны своей страны, а у другой стороны не знаю, какой фундамент. И тут психологам надо социально. А остальное, Российская Федерация, особенно в перифериях. Можно я вам скажу вот гадость? Да. Человек погруженный в заботы, выживание, в целом не эмпатичен. Потому что все его жизненные силы уходят на выживание. Максимум эмпатии и то не всегда. Это близкий круг. Семья и то не всегда. И поколотить могут. И какие-то там друзья, подруги и родственники. Все. Его мир ограничен выживанием и сохранением, умное слово скажу, бондингового социального капитала. Это взаимоотношения с тем близким кругом, родня и несколько друзей, которые, если шу, тебе помогут. Понимаете эту логику? Вот такой круг надо держать. А вот бриджинговый социальный капитал, когда вы общаетесь с широким кругом людей, и надо быть априори эмпатичным, чтобы это общение существовало. Это не про них. Не про них. Не надо этих людей ругать. Они просто живут другой жизнью. Я пытаюсь это объяснить. Потому что иначе тогда вся страна, вот те самые, как нас называют в других местах. Это не так. Это не так. Это издержки чудовищного обнищания значительной части российского населения. Вы не забывайте про это, что у 40% россиян денежные доходы ниже, чем у среднего жителя РСФСР в 1991 году. Они выживают. Но, Наталья Васильевна, при этом сейчас же все-таки и нулевые годы это показали, и десятые, сейчас не 90-е, в смысле выживания. Все-таки те же кредиты и уровень жизни людей, он же не такой, как в 93-94 годах. Почему тогда вопрос выживания стоит так же остро, как он стоял тогда? Если я правильно формулирую вопрос. Правильно вы формулируете. Но я вам скажу, что... Сколько будем мы выживать еще? До тех пор, пока у нас такая адская поляризация по доходу. До тех пор, пока людям не хватает внизу до зарплаты или просто этой зарплаты нет. Потому что нет работы и такие места водятся. И люди деградируют, успеваются. Соответственно, у нас будет воспроизводиться эта выживательная стратегия. Понимаете, в чем дело? Вот городские образованные не хотят понять, что в значимой своей степени Россия бедная страна ведет себя, как бедная страна. Я заботюсь о себе, о своем близком круге, остальное меня не касается. Это показательство бедной страны как раз, да? А понимаете, в чем дело? Вы становитесь включенным в более широкий мир, когда у вас появляются возможности. А возможности держатся во многом. На доходах – раз. И на образовании – два. Если нет ни того, ни другого, вы живете, как живете. В эти 90-е годы, ну, хорошо, у вас зато теперь цветной телевизор есть. Окей. Ну да, и машина. Отлично. Ну, машина какая-нибудь подержанная, ну, купить можно за очень скромные деньги, очень поношенную машину. Конечно, это не 90-е. Но принципиально по структуре потребления что у вас поменялось? Ну, есть стали получше. Ну, ребенку там обувь почаще можете купить. Что еще? Вы куда-то ездите? Нет. Вы сидите в своем доме, потому что у вас нет просто ресурсов даже нормально отдохнуть. Вот этот Турция all-inclusive, если уж на то пошло, и это же не около бедные. Это вот наш средний класс, если взять, да, есть. А по middle? Это когда-то Европа. Есть middle, ну, это вот что-то так. А есть low middle, низкий средний класс, под ним, около него. Для него поездка в Турцию или в Хургаду это yes, я состоялся, я могу себе это позволить. Это большой успех, да, экономический, социальный. Вот эти люди сейчас пошли вниз, тоже в сторону выживания, как и весь средний класс. Идет вниз, медленно, но стабильно. И знаете почему? Потому что родное государство, оно четко таргетировано на свой, а, базовый электорат пенсионеров, вот они эти надбавки, б, на поддержку уязвимых групп населения, ну, потому что бедность плодить уже себе дороже, да, то есть прожичный минимум и около него. И вы, ему, в общем, по барабану этот самый. Барбершоп. Средний класс. Ребятки, ну, у вас есть какие-то слова компетенции? У вас какие-то науки есть? Крутитесь. Или валите. Или валите. Гениальная фраза. Крутитесь или валите. Все. Стратегия, понятно, как отче наш. Поэтому мы же в стране вот фактически воспроизводим сейчас, вот в чем самый ужас происходящего. Не ковида, а вот сейчас. Мы усиленно воспроизводим отсталую и ущербную модель человеческого капитала. И никакими рассказами о том, какие у вас будут экономические потери, это не снимается. Это начинается со школьного образования, где понятно, что происходит, да, стереотипизация представления о мире в рамках, ну, я советскую школу закончила, я уже смеюсь, говорю, ребят, ну, я проходила начальную военную подготовку. С третьего или пятого захода я собрала автомат Калашникова. Ну, вы поймите, что это никак потом не повлияло на мои представления о мире и на мои ценности. Выкинула из головы и пошла жить дальше. Ну, нельзя. Аппортунизм. Мы все аппортунисты. Ну, не можешь избежать автомата Калашникова. Ну, шут с вами. На, я попробую вам собрать. Военрук кричит, что у тебя руки не к тому месту приделаны. Ну, не к тому, ну, не к автомату я. Ну, собрала. Зачет-то надо было получить. Поэтому вот так и живем. Поэтому это страшно. Восполнится ли это? А вы знаете, у меня есть одна присказка. Она чудовищная, но она позитивная. Вы помните начало 20-х, философский пароход? Да, конечно. Далее. Несколько миллионов, 2-3 считаются, эмиграции. Это цвет нации был. И потом вот все это безумие. И потом войной совершенно покосило. И вдруг оказывается, что 50-е, 60-е годы начинает формироваться этот городской образованный класс. Откуда он пророс? Через какие щели в асфальте это выросло? Хотя школьное образование базовое, оно отстроено было в целом неплохо, хотя такое палочное. Понимаете, это восстановится. Потому что нет способов остановить развитие цивилизации. Мы просто сейчас даем задний ход. Сколько вы времени думаете, это займет? Потому что хочется, чтобы все это случилось при наших жизнях, а не через 100 лет. Вы не первый человек, который задает этот вопрос. Я раньше отвечала так саркастически. Я не Баба Ванга. Сейчас отвечаю проще. Я могу не дожить. А вы доживете точно. Ну, хотелось бы, чтобы все дожили, кто об этом задумывается и хочет. Как получится. Как получится. Надо трезво. То есть это несколько десятилетий? Меньше. Геронтологическая наука еще не достигла таких высот, скажу я аккуратно. Будет изменение. Потому что мы действительно дали мощный ход назад. Кто-то говорит, что если маятник отлетает в одну сторону очень сильно, он потом может, ну, как нас учили, закон маятника, потом откатить другую. Не знаю. Потому что степень деградации социальной очень высокая. Не знаю. Не могу сказать. Но вот честно вам скажу, крупногородское население, образованное и зарабатывающее, восстановится. Знаете почему? Это закон на урбанистики. Что бы ни происходило, в этой стареющей, сокращающей численность населения в стране, крупные города все равно будут притягивать более энергичных и мотивированных людей с территории Российской Федерации. А город это такое место, где воспроизводится воздух свободы. А по-другому не бывает. Вы в Москве сейчас чувствуете этот воздух? Нет. Нет. Люди очень мрачные. Что вы чувствуете в Москве? Давайте так. Если и когда обстоятельства изменятся, сдвиг в этом направлении объективно неизбежен. Здесь будет праздник ума, таланта. Здесь будет восстанавливаться человеческий капитал и социальный капитал. Я только об этом. Слово праздник я бы не употребляла. Но просто здесь это будет восстанавливаться. Вот в перифериях никаких гарантий. Там может и будет, скорее всего, дальнейшая деградация. Но крупные города притягивают мотивированное молодое население, которое втягивается в городские практики, учится городским нормам. А это в городе, если не в Воронье, Слободка, это все-таки норма толерантности. Не всегда бабушки не научатся. Вот не мучаем стариков, не спорим со стариками, даже в 60+, не спорьте, пожалуйста. Это вот такое поколение. Не мешайте ему спокойно прожить свою жизнь. Доказывать бесполезно. Вот есть уже отстроена матрица в мозгах, с возрастом она костенеет, и вы уже ничего не можете сделать. Бесполезно. Но молодое городское население будет меняться. Понимаете, еще бы я добавила, что очень важно. Вот я приехала дурочкой-девочкой в Москву учиться в Англию. Ну, нам же объясняли, что Ленин прекрасен. Ну, мы, правда, уже знали, что Сталин не очень. Тем более, что я выросла, часть своей жизни прожила в городе, где было очень много ссыльных. И я просто видела. Ну, дурочкой-девочкой, но мозгут немножко отпечатывается. Потом я доказывала долго, что вот Ленин правильный, Сталин неправильный. Студенческие дискуссии. Ну, вот, жизнь проходит. До чего ты додумываешь? А у молодых есть желание думать. Вот это удивительно. У молодых, которые хотят быть образованными городскими, есть желание думать. И вот это самое главное. Вы можете думать не в ту сторону. Но главное, чтобы у вас было желание рефлексии. Смотреть на мир и пытаться понять, как и почему он устроен. Москва сейчас про что для вас по настроению, по атмосфере? Каждый, кто здесь остался, задается этим вопросом. Я человек простой, езжу в метро, в автобусах, в электричке, когда изредка на даче. конечно, город стал более угрюмым. Это без дураков. Это очень чувствуется. Это очень чувствуется. Но как только я иду в МГУ, и вот вся эта толпа, или вот сейчас я шла сегодня мимо вышки. Да, там тоже не ликуют, не танцуют. Но молодую жизнерадостность убить нельзя. Это противоестественно для молодых не быть жизнерадостным. Да, это там беспесенство и танцев с бубнами, но вот эта внутренняя энергетика, она в них очень чувствуется. И поэтому я дико счастливый человек. Потому что я преподаю молодым, и у меня свой народный способ, как у каждого препода. У меня есть штепсель, а не это моя розетка, и этот штепсель втыкаю, и от них заряжаюсь. Поэтому я здесь, поэтому я делаю свое дело, и надеюсь, что смогу его делать хорошо. Наталья Васильевна, еще хотела спросить, вот вы наверняка видели, и молодые люди вам об этом говорили, что до сих пор в Фейсбуке, в других соцсетях идет обсуждение того, морально или не морально оставаться человеку сегодня в Москве, платить налоги. Даже не буду продолжать, вы поняли, в чем вопрос, я думаю, зрители тоже поняли, как вы на него себе отвечаете. Спокойно, абсолютно спокойно. И что вы говорите студентам? А студентам я вообще это не обсуждаю, зачем мне это обсуждать? Ну, это интеллигентский дискурс, вот что если ты остаешься в Москве, ты пособник режима, у тебя есть возможность валить? Вали. А если ты здесь, значит, ты... Ну, я с большевиками стараюсь не иметь дела с обеих сторон, и с той, и с другой. А самооправдание тех, кто уехал, мне понятно, это защитная реакция, абсолютно. Там не сладко, и надо доказать себе, что ты все правильно сделал. Есть люди действительно под рисками, и мы их знаем, и у них другого варианта просто не было. Вот это вот, ну, я даже не назову это дискуссией, но в народном языке это называется срач. Ну уж, позвольте мне упомянуть это слово. Он того не стоит, он говорит о какой-то ущербности сознания, о проблемах психологических, и самое разумное, они во все это просто не встревают. Что вы скажете студенту, студентке, которая спросит вас оставаться, не оставаться, а если оставаться... Не спрашивают. Все сами принимают решение. Ну, понимаете, в чем дело... Хорошо, тогда я вас спрашиваю, если оставаться, то зачем? Потому что, предположим, у человека есть выбор уехать или остаться. Насколько этот человек, если он образован, если он креативно чего-то хочет, может быть полезен здесь снова? И ситуация, о которой мы говорили, что вот эта креативность сюда, в город, как минимум, в Москву снова вернется. Насколько вот... Вопрос, когда... Нужно думать об этом. Первое. Давайте по-простому. Пока риски велики, тем, кто может уехать, лучше уезжать. Это всегда оценка ваших персональных и семейных рисков. Остальное все уже как фишка ляжет. Потому что риски физические, жизни, это очень большие риски для тех, кто ценит свою жизнь и жизнь близких. Первое. Второе. Что будет дальше, мы пока не понимаем. Но очень многие вернутся, когда почувствуют минимизацию рисков. Но в конце концов, можно еще раз уехать, если объявят следующую мобилизацию. Можно, как это называется, трудовым мигрантом поработать. Это у меня черный юмор, но сейчас, пожалуй, это концепция. Потому что вот сейчас вот месяц еще осмотрится, что будет происходить, и часть немалая вернется. Потому что не сладко во многих других. Кто-то, кто считает, что у нее есть возможность зарабатывать, а сядет на полгодика, может год, будет смотреть, тоже очень разумно. Тут нет никаких на вас навешанных обязательств. Я их сама на себя надеяла. Естественно. Я даже скорее не про это, а скорее вернется сюда жизнь в том виде, в какой мы ее все с вами и многие наши зрители помнят. В МГУ она сохранилась. Та самая креативность, которая всегда была в Москве. Вам бы надо сходить на концерт Гоша Лепой. Это Алексей Ивашенко и Георгий Васильев. Поскольку я дружу с семьей одного из них, мы были на этом концерте в конце 26, по-моему, сентября. Это было высказывание большое, яркое, сильное, невероятно оптимистическое, полный зал двухтысячный, который это все встречал и чувствовал как родное. Слушайте, ну не убить эту страну, не убить это образованное сословие. И там был не только мой МГУ, там были поклонники, почитатели. Ребята 20 лет не давали концерт. 20 лет. И они феномен в Ютубе какие-то миллионные просмотры сейчас. И правильно, потому что это подпит... Вот понимаете, то, что вы мне сейчас вопросы задаете, это вопросы нытика. А я не нытика. Поэтому я сопротивляюсь вашим вопросам. И когда я вижу этот зал феноменальный, да, и этих людей, которые поняли, что надо сделать высказывание через 20 лет, да ну не задавите вы нас. Мы все равно выживем и эту страну будем развивать раньше или позже. Мы не нули, мы не нули, нас не загонишь пинками в законы. Мы не нули, мы не нули, мы единицы и нас миллионы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова